добро пожаловать снова на мой канал сегодня очередное видео на стоковую тему недавно в разговоре с моим другом он меня спросил почему я не занимаюсь стоками full time на это у меня не было конкретного ответа но подумав я все-таки решил анализировать почему и узнать заодно а почему я не делаю full time но перед тем как ответить на этот вопрос почему я не делаю стоки по каместь на full time я хочу перечислить сначала несколько плюсов и минусов работах на стоков ну скажем так на большинство из вас я думаю уже знают какие плюсы какие минусы но мне лично хотелось бы свои плюсы и минусы перечислить ну на первое место в моем списке я думаю работая на стоков вы имеете определенную независимость я имею ввиду стоки независимость от заказчиков то есть вы свободны в выборе того что вы продаете на стоках хотите продавать яблоки на снегу продавайте продастся ли они это уже другое дело но вы можете загружать туда все почти все что вы захочете естественно если это высоким критерием стоков отвечают но это уже другая тема ну на второе место я думаю поставил бы креативность потому что ты на стоках можешь очень много что экспериментировать очень многое что делать не то что для заказчика то есть вы можете на самом деле делать все что вам захочется не говоря уже о свободе выбора что вы будете снимать те кто хотят снимать скажем фут фотографию или зверюшек то они могут полностью себя посвятить только этой теме и продавать на стоках специализировано и по тематике но большинство все-таки из нас делают сборную солянку и не зацикливаются на определенных скажем темах которые они лучше продвигали бы на третье место я бы лично поставил тот фактор но это у меня так что съемки которые были сделаны однажды они продаются на протяжении долгого периода и приносят порою больше скажем заработка чем если бы я в этот день работал на заказчика ну например у меня есть куча видео которые были проданы больше двух трех четырех тысяч евро за кадр если считать например что ты когда-то снял каких-то там 20 секунд видео и перенести это на рабочие часы то естественно выходит даже очень интересная статистика естественно это не всегда бывает и ты абсолютно никогда не будешь стопроцентно уверен что например вот эти кадры продадутся столько много но у у меня их очень много я недавно посмотрел статистику у меня на первых местах по продажам например есть куча кадров которые на самом деле были сняты порою просто как сейчас можно говорить мимо проходил и если посчитать что они мне скажем каждый из них почти что оплатил по камере то ну скажем так это очень интересный фактор который скажем в других отраслях почти что не бывает но если вы конечно не занимаетесь акциями но акции могут падать и вы можете конечно проиграть здесь какой-то степени нету таких больших затрат на производство скажем какого-то видео или фото но есть большая большая гарантия что это видео вам принесет через определенное время больше чем вы затратили у меня почти что все видео которые я снимал скажем в течение дня и выставлял на стоке окупали все мои затраты этого дня но это уже статистика на четвертое место я бы поставил конечно тот фактор что вы теоретически это не каждый делает или может быть не каждый хочет делать но вы теоретически можете долгое время не снимать на стоки но тем самым получать в кавычках зарплату со стоков когда вам приходит денюжка и вы скажем вообще ничего не грузили ничего не делали и это конечно очень очень для меня лично большой плюс потому что ну люди ленивые не всегда хотят что то делать или скажем так нет возможности больше уделять времени для стоков например в определенный период жизни вот например родился ребенок или еще что-то или вы уехали путешествуете попали в больницу в общем ну вы знаете это примеров очень много естественно если у вас конечно уже портфолио состоявшиеся которое вас может кормить в самом начале об этом конечно даже и нету речи и это в какой-то степени я могу назвать инвестиции в будущее то есть вы собрали определенное портфолио которое будет вас кормить следующие несколько лет и если конечно все будет хорошо и стоки будут все еще существовать то вы можете заработать намного больше чем вы инвестировали в начале дополнительно как большой плюс ну это может быть не для каждого одно я думаю большинство все-таки людей которые работали на стоках или загружали на стоки поймут мою скажем фишку в том что если продаются видео или фото то это такой положительный и создает эффект в этот день что человек начинает просто радоваться тому что вот это продалось вот это продалось а тут не дай бог очень хорошие даже продажи они вообще начинают радовать ну это в какой-то степени тоже очень положительный эффект и мне кажется это тот же самый дополнительный плюс на стоках что он дает в какой-то степени радость обратная сторона также медали если нету продаж тогда начинается депрессия но как говорится с каждой продажей с каждой хорошей продажей поднимается сразу почти что настроение у человека во всяком случае у меня из этого конечно вытекает тоже чувство когда вы как будто играете в азартную игру вы ставите что-то на кон и надеетесь выиграть в переносном смысле если вы конечно снимаете и ставите на продажу свои творческие работы то естественно вам очень интересно узнать или скажем было бы большое удовольствие если их начнут покупать а если их начнут покупать много и за хорошие деньги то согласитесь это же это же классно ну и наверное еще один большой плюс для многих наверное тоже большинство вы можете работать со стоками из дома естественно не всегда можно снять абсолютно все дома кроме предметки можно конечно организовать дома свою маленькую фотостудию где вы будете клепать шедевры не выходя из дома но в большинстве случаев вся обработка от репутации и вообще-то львиная доля всех работ она может быть дома и это большой плюс не надо никуда ехать на работу не надо ни в какой офис не надо стоять в пробках или еще что то так что стокер в основном может работать всегда там где он просто есть то есть дома ну или каком-нибудь экзотичном государстве с лептопом за за столом за чашечкой кофе но это уже другая история а так согласитесь на стоке можно просто напросто качать откуда угодно хоть из туалета ну и конечно нельзя не упомянуть хотя бы пару минусов в работе со стоками на первом месте я бы поставил это ну прям настоящая проблема определенная нестабильность нестабильность в доходе так как стоки часто меняют какие-то алгоритмы начинают что-то подкручивать подвинчивать то в основном начинаются какие-то свистопляски вокруг чего-то и то падают скажем доходы то возрастают и вот эта нестабильность скажем помесячная она немножко добивает то что у многих в конце года все-таки потом получается одна и та же сумма или скажем сравним немножко в плюс немножко в минус то все равно это помесячно все-таки как-то труднее понимаете вот если вы получаете зарплату на работе вы знаете прекрасно что вы в конце месяца там или когда выплачивается зарплата получите сумму x и она более-менее уже знакома на стоках такого нет поэтому вы можете в этом месяце почти что получить ничего а во втором месяце за три месяца вперед вот такая вот скажем проблема со стоками на втором месте хотя может быть оно и заслужило бы первое место я бы назвал проблему того что перед тем как зарабатывать на стоках надо очень сильно очень сильно попотеть и вложиться во-первых если вы начинаете с нуля вам нужна хоть какая-то техника многие конечно предлагают что надо сразу начинать с мерседесов с феррари и все такое то есть с очень дорогой техники проблема в том что если вы конечно купили всю эту технику то это еще не дает вам возможности делать с ней шедевр если вы не можете пользоваться то она вам не поможет поэтому большинство новичков почему-то думают что если они купили крутую камеру то значит шедевры посыпется из нее просто так только вот собирали на эту тему я уже в других видео говорил не буду ее затрагивать но факт остается фактом что перед тем как получать определенную зарплату на стоках надо очень сильно попотеть и это многих отпугивает мне конечно легче насчет этого говорить так как начинал я свое стокерство скажем еще в то время когда она только развивалась и когда многие вещи были просто легко сделать те же самые пресловутые яблоки на снегу или еще что-нибудь которые просто продавались просто массами продавались вам не надо было сильно запариваться насчет каких-то там шедевров вы могли загружать почти что все и почему-то это все почти что часто продавалась и не замены не за малые деньги ну помимо того что вы должны купить всю нужную вам технику для производства вы еще должны научиться ее пользоваться и переждать определенное количество времени пока у вас начнут продаваться видео или фото и на это уходит часто много времени это я считаю очень большим минусом стоков но с другой стороны если уж быть честным стоки ведь это все-таки свой бизнес а свой бизнес он всегда был труден в начале пока вы создадите свою стратегию пока вы получите клиентов пока вы расширите базу всех своих действий все такое ну в общем вы понимаете стокерство это не просто у кого-то на зарплату работать вы здесь должны креативить вы здесь должны не только креативить вы должны еще быть бизнесменом вы должны свою всю эту фирму по производству для стоков как-то раз качать раскрутить и естественно вы же не будете ожидать что вам кто-то в этом поможет здесь я могу конечно сказать еще один большой минус который меня лично отпугивает от большой команды может кто-то уже знает я недавно говорил что у меня своя фирма с 1996 года я скажем не новичок в производстве видео и вообще в медийном пространстве я сам часто для больших проектов нанимал людей для например съемки фестивалей у меня работали порой до 12-15 человек на площадке или скажем на концерте фестивале и это очень трудно если вы этого не умеете я тоже многое что не умел но за такие большие годы все-таки набираешься опыта и начинаешь осознавать как и что работает новичку например очень будет трудно все это сразу познать научиться и самое главное получить этот опыт опыт получается даже если вы многое что знаете методом тыка то есть то что работает в теории не всегда работает на практике и если вы думаете что вы например умеете что-то вы должны сначала это на практике попробовать и тогда вы поймете насколько это трудно или нетрудно и насколько вы умеете или не умеете я например привык работать один и если я например нанимаю человека то я в какой-то степени даю себе отчет что во первых он будет стоить денег во вторых это будет меньше в моем тогда заработки значит мне надо будет тоже больше делать и ты начинаешь потом сравнивать что было бы лучше сделать это самому но получить чуть меньше денег или это отдать команде где ты получишь с одной стороны больше денег за то что ты прав но тебе надо будет определенную долю потом раздавать другим кто в этом деле поэтому теперь пришли к концу я с 2007 года скажем работаю также и для стоков но за все это время никак не смог себя заставить перейти полностью на full time для стоков по одной простой причине так как я имею все еще мою компанию которая все-таки производит еще и другой материал то стоки для меня не были в той степени таким источником доходов чтобы я сказал что я могу прожить только на стоках сейчас ситуация у меня меняется мы более-менее как говорится уже не становимся молодыми и в какой-то степени хочется уже больше делать то что тебе нравится это значит что я потихонечку отхожу от проектов которые я делал для других и больше концентрируюсь на том чтобы снимать больше материала для стоков этим самым развивая все больше и больше в свой портфолио и надеюсь что со временем мне уже не надо будет искать других клиентов а я буду работать только на full time но это мечты а мечты не всегда сбываются поэтому поживем увидим тем более опять же стоки неизвестно как поведут себя в следующие 5 или 10 лет поэтому я на full time надеюсь перейти но может быть все-таки это будет такая смешанная как и за последние 12 лет смешанная работа что-то для стоков что-то для клиентов но когда у вас есть альтернатива например как стоки и заработок определенный месяц то вы уже можете себе выбирать клиентов и не брать первого попавшийся который вам может быть снести весь мозг за копейки а выбирать из как говорится торта все изюминки я все выбирать для детства выбирая более-менее убираю попавшийся чтобы сбARS убираю как вы